Здравствуйте дорогие друзья, коллеги и уважаемый оргкомитет. Меня зовут Нина Игольницер, а я живу в Израиле. Я пишу с тех пор, как умею писать и рассказываю истории с тех пор, как умею разговаривать. Но серьёзно я пишу последние 11 лет, а серьёзно я начала писать в тот момент, когда начала писать для читателя. Я начинала с альтернативных романов, иначе говоря, с фанфикшена, потому что мне порой казалось, что писатель предубеждён против кого-то из героев, мне хотелось это исправить. Так я научилась писать, это принесло мне первую аудиторию, и последние годы я пишу всерьёз, и я очень надеюсь научиться писать профессионально. На сегодняшний день у меня вышел один роман в жанре исторического детектива «Пельмаршал в губенцах». Я работала над ним три года непосредственно над текстом и пять лет, включая сбор исторической информации. Я совершила множество ошибок, я переписывала его трижды, пока наконец у меня появилась книга, которую я смогла предложить читателям. Первый тираж разошёлся очень быстро. Скоро будет допечатан второй тираж, и книга приняла участие в сентябре в Московской международной книжной ярмарке. Отдельные рассказы расходятся по сборникам. Месяц назад вышел «Альманах-лимонник», куда вошёл мой рассказ «Бессмертная Софи». И в конце ноября я ожидаю выхода сборника «Не иметь звенящие», куда войдёт второй мой рассказ. На сегодняшний день я кандидат в Союз русскоязычных писателей Израиля и состою в литературной студии при издательстве «Халин Лимонова». Я пишу в разных жанрах. Я знаю, что, в общем-то, так не делается, и нужно с жанром определиться. Но у меня есть такая особенность. Я никогда не придумываю сюжет. Я всегда придумываю героя. И герой фактически сам рассказывает мне свою историю. А уже какая с ним случится история, будь это любовь, война, убийство или триллер, это уже расскажет он сам. Я придумываю героя, знаете, примерно так же, как человек может пойти за знакомым запахом парфюма в толпе. Поэтому у меня никогда не получается та самая история, которую я задумывала сначала. То же самое у меня получилось и с тем рассказом, который я выдвинула на этот конкурс. Мой рассказ «Семь шагов по кругу» задумывался как рассказ сугубо взрослый. Кроме того, может быть, даже он собирался быть назидательным. Он вибрировал где-то на грани между религией и философией. Но когда у меня появились герои, две девочки, я просто дала им поговорить. Три четверти диалога даже не вошли в рассказ. Но я познакомилась с героями, я поняла, что эта история не про них. Эта история просто не про них. Им это неинтересно. Им это далеко, и об этом бы они говорить не стали. Так у меня появился детский рассказ. В центре абсолютно любой истории у меня всегда стоит человек, не событие. И я категорически не верю в хороших и плохих персонажей. Положительного героя прописать легко, потому что все знают, каким должен быть хороший человек. Но меня больше интересуют герои отрицательные. Потому что, по моему глубокому убеждению, ни один мерзавец не творил своих зверств просто из любви к искусству. Поэтому любого отрицательного героя можно понять. Я подчеркиваю, можно понять его, не обязательно оправдывать. И поэтому я всегда предлагаю моим читателям на минутку отбросить свое мировоззрение и свои взгляды на жизнь. Просто подняться на чужую колокольню и посмотреть сквозь чужие глазницы. Вы увидите совершенно другой мир. Это будет мир отталкивающий, он может быть чужим, он может быть совершенно непонятным. Но ничто не сравнится с этим чувством. Поэтому в центре всегда стоит герой, которого я очень пытаюсь понять, чьи заблуждения я очень пытаюсь объяснить. Чем будет интересен тот или иной герой? Он будет интересен своими заблуждениями. Всегда. Любой человек интересен демоном. Своими слабостями, своими страстями. Мне вообще кажется, что история очень редко зависит от каких-то предопределенных событий. Это всегда случайный поворот чьего-то характера. Это всегда чей-то выбор, это всегда либо чья-то ошибка, либо чье-то порывистое благородство. И поэтому любой герой тем интереснее, чем больший путь он должен пройти, чем сильнее он должен измениться. Я пишу книги, потому что я по своей природе рассказчик. Я была рассказчиком всегда ещё в детском саду. Когда-то мне нравилось пересказывать чужие истории, а теперь мне нравится пересказывать чужие судьбы. Я, знаете, как соседка, которая выглядывает из-за угла и подсматривает за чужими ошибками, за чужими характерами. За чужими грешками. И из всего этого я потом создаю маленькие миры. Это сродни вышивке. Кроме того, я пишу настолько долго, что это просто стало частью моей жизни. И даже когда у меня категорически нет времени, я хотя бы придумываю. Я уже заметила, что за самыми монотонными бытовыми занятиями можно просто дать персонажам поговорить. Иногда они начинают разговаривать сами. Ты начинаешь одновременно принимать участие в их диалоге, говоря от лица каждого. Таким образом у героев появляется характер. В первую очередь у них появляются словечки-паразиты. У них появляются метафоры. У них появляются забавные особенности. И так герои оживают. Потом из таксов только сесть и записать. Я, к сожалению, очень распыляюсь. Я не умею писать что-то одно. У меня всегда в работе несколько проектов. Я переключаюсь между ними. Какие-то герои приходят, чтобы остаться. Говорят две фразы, исчезают. Какие-то герои приходят сказать две фразы и остаются до конца. Я всегда в людях подмечаю забавные слова, интересные жесты и обязательно внешность. Я в силу своей профессии, как ассистент стоматолога, каждый день вижу десятки людей. Я научилась видеть в людях красоту. Знаете, я никогда в жизни не думала, что в мире столько красивых людей. Вы когда-нибудь видели, как на смуглом старческом лице выделяются зелёные глаза? Это фантастика. Как в чёрных волосах выглядит седина? Зачем её закрашивать? Она безупречна. Люди намного красивее, чем мы привыкли о них думать. Люди намного интереснее. Я однажды видела парня, который был собран как будто из отдельных частей. Он был несуразный, он был краткошей, кряжистый. Он мне казался не совсем здоровым. Но у него были самые потрясающие руки, которые я видела в жизни. У него были просто руки пианиста. Мне даже казалось, что это руки, которые дотались от кого-то другого. Вот так появляются герои. Вот так появляются герои, так появляются глаза, так появляются руки, так появляются слова. Так появляются характеры. Я участвую в этом конкурсе прежде всего потому, что я ищу любой способ донести мои рассказы до читателей. Мне очень важно поделиться моими мыслями с читателями. И поэтому я очень рада возможности выставить свои произведения на суток огромной аудитории. Я счастлива быть среди вас. О конкурсе OpenEvrazia я узнала из интернета. И этот конкурс для меня очень особенный, потому что в голосовании принимают участие читатели. Мне было очень важно предложить свой рассказ в первую очередь читателям. И именно благодаря читателям я смогла пройти в финал. Я очень благодарна людям, которые оценили мой рассказ, которые потратили на него время, которые вдумались в него. Я счастлива быть среди вас. И я желаю всем участникам огромного успеха. Спасибо. Спасибо. Спасибо.